Нонна Ивановна, с очередной годовщиной победы вас! Здоровья вам! Нонна Ивановна, от имени администрации города, от имени главы, поздравляем вас! Всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны проживают на сегодняшний день в Сухуми. А ведь еще два года назад их было 37 человек. У каждого за спиной удивительная история жизни, смелого, непокоренного, трудолюбивого человека. Боевой путь Нонны Дорофеевой начался в Кутаисе. В составе батальона обеобслуживания, еще совсем юная, она дошла до Берлина. После окончания войны девушка из Подмосковья вышла замуж за сержанта Ивана Дорофеева, который привез ее в Сухум. Сегодня Нонна Ивановна не обходится без помощи родных и близких, но в свои 94 года считает важным постить Парад Победы. Ветераны ждут этого праздника с особым трепетом, надевают пиджаки с боевыми наградами, вспоминают боевых товарищей. Нонна Ивановна признается, что до сих пор воспоминания о войне для нее очень болезненные. В Польше наш авиационный полк России объединился с войском польским, которым командовал Жемерский, Мякова Жемерский. Потом дали сигнал, это Корска, идти на штурм Берлина. И вот мы вместе пошли с Польши, прошли Познань, а дальше Восточная Пруссия и дальше на Берлин. Берлин мы брали. Тот угол, Берлин угол, я говорю угол, потому что мы весь Берлин не знали, не видели. А тот угол мы совсем одни только развалины видели. И знаете как вот, смотришь, там ноги торчат, развалин, там головы торчат, вот такие вот. И смрак был. Вот такой мы Берлин заняли. Накануне Дня Победы представители администрации Сухума побывали в каждом доме, где живет ветеран Великой Отечественной войны. Валентина Шульгина встречает гостей у порога. За проявленное мужество в боях за Сталинград Валентина Ефимовна награждена медалью за отвагу и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву. Прошла с боями Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Кёнинсберг, а затем Берлин. Сегодня Валентина Ефимовна Шульгина единственная оставшаяся в живых в Абхазии участница Сталинградской битвы. Ветеран живет в Сухуме в небольшом аккуратном домике с приусадебным участком, за которым в свои 96 лет ухаживает самостоятельно, сажает овощи и цветы. События тех страшных дней помнит в подробностях до мелочей. Началась война и меня сразу же прервали с первых дней и направили в город Омск, где формировалась Гуртьевская сибирская дивизия. Я была командиром санитарного взвода. И бросили нас, погнали нас под Сталинград. А уже наших отогнали за Дон. Уже Дон, уже они рвались у самого Сталинграда. И там они поднимали, но не выдержали нашей атаки, мы не выдержали. И отступили. И этот самый немец вступил в Сталинград. Шли бои, ужасные бои, 200 дней непрерывно такие бои были. Было по 14-15 атак. Беспрерывно только одна атака прекратится, начинается другая атака. А потом, вот там заработала я сразу первую себе медаль за отвагу. За вынос раненых я вынесла. 120 человек раненых вместе с оружием. Надо было оружие вытаскивать еще. Ежегодно администрация города Сухум поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Но и в течение года не обделяют вниманием участников войны. Посильная помощь оказывается ветеранам в решении бытовых проблем, организации необходимых ремонтных работ. Так, к примеру, возле дома Валентины Шульгиной проводились работы по ремонту ливневого канала, который во время непогоды подтапливал двор и дом ветерана. Мы их помним, никогда не забываем. Мы на их примерах учимся и учим своих детей. И хочу в этот день поздравить их с Великим Праздником, с Днем Победы. Желаю здоровья. Дай Бог, чтобы они жили как можно дольше, ибо они являются символом победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом все меньше остается с нами участников и свидетелей той страшной войны. Уделить им внимание не так сложно, а в их памяти такие моменты остаются надолго. С искренней радостью ветераны принимают поздравления. Они не привыкли жаловаться и с оптимизмом смотрят в будущее. Ирена Джопуа, Михаил Братухин, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.